Дорогие друзья, продолжается наше утро еще одной замечательной встречи. С нами на связи из далекого и очень жаркого солнечного Казахстана Жанат Кусаинова. Доброе утро, Жанат, как слышно? Очень хорошо вас слышу, здравствуйте. Рада нашей встрече, что Господь подарил эту возможность сегодня утром. Я представлю, Жанат является автором и исполнителем христианских песен. И сегодня утром я надеюсь, что вы, Жанат, поделитесь с нами свидетельством своей жизни. У вас очень молодой голос, но за плечами уже богатая прожитая жизнь, много и радостей, и переживаний было в этой жизни, чего и рождается замечательное творчество, когда душа богата тем, что пережито. Жанат, вопрос первый вам такой. Вы начали искать Господа, нет хорошей жизни. К сожалению, именно так часто случается. Что привело вас к поискам о Боге? Ведь вы не хотели знать Его раньше? Ну да, это, конечно, так откровенно говорить не хотели. Да, действительно, без Бога наша жизнь была, она немножко другая. Я начала искать Его, наверное, в тот момент, когда погрузилась в очень неопределённые, нехорошие ситуации. Мы потеряли жильё, нам негде было жить. И лично я, как мать, у меня на тот момент было трое детей. Мои дети перестали ходить в школу, потому что у них, наша государственная тогда была структура, ребёнок должен был быть прикреплён к микроучастку, и тогда только ребёнок мог учиться посещать эту школу. Но так как мы потеряли жильё, у нас негде было нам жить, в прямом смысле этого слова, мои дети остались без школы. То есть они не посещали школу сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, ну почти полгода. Вообще я сама выросла в интеллигентной семье, у меня папа преподаватель, мама преподаватель. И для меня обучение, школа, это были такие важные приоритеты. Я сама училась отлично, ну как, у меня почти был красный диплом. Но когда мои дети оказались вне школы, я пробовала на разные способы. Ходила по инстанциям, уговаривала, просила, но никто меня не принимал. Они говорили, вы не относитесь к нашему микроучастку. И вот это был короткий ответ, который закрывал мне двери. И однажды, когда уже совсем наша... Ну, я считаю, на тот момент это было для меня, что я лежала, мы остались даже даже жить в машине. Представляете, мы 10 дней жили в машине. А чем вы питались? Как в этот момент существовать вообще? Ну, я не помню подробностей, потому что это было так давно. Но я помню, что мы приехали к моему отцу, к моему отцовскому дому, но мы не пошли к нему домой, потому что мы большая семья, у меня трое детей, муж. И на тот момент у моего мужа с моим отцом были не очень хорошие отношения, и поэтому мы просто не могли туда войти, к нему домой. И мы просто возле дома припарковались, и наша машина там поселилась 10 дней. Вот. И я на тот момент лежала однажды в таком сильном отчаянии. Я говорю моему мужу, я говорю, знаешь, говорю, а давай я пойду к русскому богу. Я казашка, и я думала, что Иисус — это русский бог, что он только бог русских. А вот мы казахи, у нас определённо есть свои традиции, мы должны, как говорится, ходить в мечети. Хотя я была и в мечетях, я везде была, искала, и к гадалкам ходила. В общем, искала, как говорится, хорошую жизнь, пыталась понять, как, да, будут все это. То есть в тот момент, когда вас жизнь прижала, загнала в угол, вы искали, да, бога в разных местах. Искали в мечети, но ничего не получалось, вы не слышали никакого ответа. То есть вы взывали, но ответа от бога казахов, если так можно сказать, не было. И почему пришла мысль именно к русскому богу идти искать Иисуса Христа? Наверное, потому что перед этим, буквально за год вперёд, я просто однажды познакомилась с одним... То есть я такси ловила, водитель остановился. И я ещё, кстати, перед тем, как машина остановилась, она была такая голубого цвета, Волга. Я ещё подумала, если эта машина остановится, моя жизнь изменится. Ну да, она действительно с того момента, наверное, начала меняться. То есть остановился парень, он был верующий в Иисуса Христа, он посещал церковь «Новая жизнь» у нас здесь в Алма-Ате. И он меня тогда приглашал в церковь «Новая жизнь». На тот момент я была далеко от этого как-то... И вот спустя год, когда мы лежали уже, я уже лежала в прямом смысле слова на улице, как бы, ну, я считаю, что это без дома. И когда я сказала мужу, я сказала, я пойду попробую теперь к русскому богу. На тот момент муж промолчал, он не сказал ни да, ни нет. И я помню, пошла пешком, потому что у меня не было даже на дорогу денег в эту церковь. Я знала, где она находится. И, кстати, по дороге меня сбила машина. И где-то, ну, слава Богу, я отделалась лёгким испугом. У меня были небольшие ушибы, ну, ни переломов, никаких там травм не было. И ещё шесть дней я лежала, и потом только пошла в церковь. И действительно, на тот момент я промирилась, встретилась со Христом. И я знаю, с этого момента действительно моя жизнь начала меняться. То есть первый раз, как только вы пришли искать Иисуса Христа, вы сразу почувствовали Его прикосновение, что Он живой Бог? Как произошёл именно этот момент? Да, меня очень сильно впечатлила группа прославления, которая во время богослужения началась прославление. Я просто, я там ревела, я урыдалась. Потому что я понимала, что здесь есть что-то такое, что я, наверное, искала всю жизнь. Это вот эта атмосфера. Я очень сильно переживала атмосферу присутствия Божия. Это я сейчас понимаю. Но на тот момент я не понимала. Но в то же время я сейчас вот вспомнила, вспоминаю, у меня были такие переживания, что вот он мой дом. Я пришла домой, наконец-то я дома. И знаете, что произошло? Почему я стала как бы последователем Христа? Почему я осталась там? Почему я не ушла? Потому что, я ещё раз повторюсь, у меня дети не ходили в школу. И я помню, ко мне подошла какая-то женщина, я не помню, ну женщина говорит, знаешь, говорит, приди домой, закройся, говорит, в какой-нибудь комнате и попроси Иисуса, говорит, своё самое заветное желание. Вот увидишь, говорит, он живой, и он его исполнит. И что я сделала? Я пришла домой, ну не домой, а в машину. И я выбрала момент, я сказала, Иисус, действительно, если ты тот Бог, о Котором говорят эти люди, то пусть мои дети пойдут в школу. Ну для меня почему-то школа, это было самое главное, как бы на тот момент приоритет. И вы знаете, буквально в тот же вечер мой папа вышел, увидев нас, он позвал нас домой, выделил мне одну комнату. Правда, на тот момент муж мой не мог туда пойти, я с тремя детишками зашла к себе домой, к отцовским домом, мне выделили комнату, освободили, там братья потеснились. И знаете, буквально, как бы не говорить такого лишнего, ну буквально день-два прибегает ко мне женщина, говорит, здравствуйте, говорит, к нам домой постучалась в ворота дверь, и мой брат вышел, меня позвал, это была учительница школы, и она говорит, вы Кусаинова женат? Я говорю, да. Ваши дети там называют моих детей, они здесь? Я говорю, да. Пойдемте к директору школы зовет вас. Я была в шоке. Буквально за неделю, где-то дней 10 вперед, я ходила в школу, я пыталась, потому что я ходила в многие школы, я даже ходила, на тот момент у нас был Храпунов, ну в Алма-Ате был Акимом города, я даже ходила в Храпунову, чтобы моих детей взяли хотя бы в интернат, но это было все, как говорится, бесполезно. И знаете, я пришла в школу, я помню, я боюсь, я думаю, сейчас меня начнут опять ругать, скажут, что вот нарожала детей, за счет государства хочешь вылезти там, ну вот такие моменты, потому что я сама себя чувствовала ниже плюнтуса, что мои дети не ходят в школу, что мы находимся в таком бедственном положении. И я иду такая, я помню эти слова, я говорю, Иисус, пойдем со мной. И я как будто бы мысленно представила, что Он держит меня за руку. И вместе с Ним мы зашли в кабинет директора, и я была очень удивлена. Она говорит, проходите, садитесь, принесите маме чай там, ну в общем, такое уважение сразу. Я такая была удивлена. Думаю, тот же человек, уже другое отношение. А оказывается, ну она мне говорит, где твои дети, я говорю, со мной, и называет имена, фамилии. Это завтра утром всех в троих в школу. Я смотрю, она говорит, я говорю, документы где-то там. Она говорит, мы найдем документы. В общем, они спросили, есть ли им что одеть, одежда, школьные принадлежности, полностью все купили, они школа выделила. И я вот, я была просто удивлена. Я была в восторге. Это было моё первое чудо, которое я увидела действительно в реальности, как Господь поменял. Именно вот желание моего сердца. На тот момент плачь, боль моя, как мама. И что оказывается выяснилось, представляете, позже уже, когда ситуация прошла, мы уже отучились. Моя соседка, где вот мой папа живёт, она была председателем родительского комитета той школы, вот где это, куда вот мы пошли, что буквально, оказывается, в те дни был, в городе был такой, как бы, союз всех, Горано, созвали все директоров школ, и там подняли вопрос на их детей. А где вот эти дети? Документы лежат, а их нет. И никто ничего не знает. И там оказалась вот эта женщина, соседка, она была председателем вот этого родительского комитета, и она говорит, я знаю, я знаю, это Жанна Кусаинова, это соседка моя, вот они только вчера переехали к отцу, вот такой-то адрес, и всё. И вот, представляете, это было действительно чудо, что Бог не опаздывает. Это было мое первое. И после этого я просто поняла, Иисус мой Господь. Вот, ну, это было первое. Он доказал, доказал, что он у вас слышит, что он хочет отвечать, и всем ищущим его он открывается. Главное, чтобы человек хотел. Это вы, как сказали, первое чудо в вашей жизни. Я знаю, что чудес этих было немало. Очень много. И вы, когда покаялись, были, скажем так, единственным представителем русского Бога в вашей семье, единственной христианкой. Ваш муж не воспринял ваше обращение. Расскажите о втором чуде, таком очень явном в вашей жизни. Как Бог стал работать? Сколько лет прошло, прежде чем ваш муж также стал Божьим детём, христианином? Ну, знаете, наверное, лет 6-7 мы за него молились. Я, мой старший сын. На тот момент старшему сыну было 14 лет, когда Иисус пришёл в нашу жизнь. Сейчас ему 33. Ну, представьте, да, разницу. И мы молились, мы молились за спасение нашего моего мужа. Но, знаете, молитв, одних это мало. Я поняла такой момент, что как бы я ни молилась, я думала, я даже готова была, думаю, да всё, Иисус мой Господь, мне даже не нужен муж. На тот момент я как бы думала, всё, вот Он мой Господь, и всё. Но однажды Бог знает, как работать сердцем женщины. Он просто-напросто показал мне видение. А видение, я была на богослужении, тоже было такое сверхъестественное проявление Божьего присутствия. Я увидела моего мужа на сцене, что он стоит и проповедует с кафедрой. Я была удивлена. Это было реально. Это что-то произошло, как будто атмосфера стала вот так вот что-то двигаться. И я смотрю, мой муж стоит за кафедрой. Я была удивлена. Говорю, как так? Он против. Ну, как почему против? Потому что надо ещё раз подтвердить, что мы, казахи, считали себя мусульманами, потому что наши отцы, наши матери, наши деды, все они были мусульманами. И тут я одна, появилась христианка. Естественно, муж говорил, мы должны быть мусульманами, мы должны сохранять веру. А я ему говорю, нет, 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 подожди, я не знаю, что там, но я знаю, что Иисус, только Иисус. Ну, вот такие моменты. И я знаю, что Бог был с ним, он его вёл, потому что он особо так, ну, он был против, он был против, он меня запрещал. Но Бог давал мне мудрость, как к нему подбирать ключик, чтобы он немножечко раскрывал своё сердце и поворачивался в сторону Христа. И я помню такой один очень сильный момент. Я, наверное, расскажу про то, как мой сын однажды сломал руку. Это был очень... Это был переломный момент, да? Да, это был очень... Это был очень перелом. Почему переломный? Это был фактически точкой, которую поставил Господь в его жизни, чтобы записалось его имя в книге жизни. Ну, в общем, однажды мой сын, уже ему было 17 лет, и получается 3 года, 3-4 года, я уже со Христом, и он падает с дерева, хотел собрать мне абрикосы, упал с дерева и сломал руку, левую руку, и у него был открытый перелом. Вот эти две косточки, они вышли наружу. И когда он упал, они прям вот этими костями открытыми упали в грязь. А вчера был дождь, и земля такая была как бы вот, да, мокрая. И она вот туда... И представляете, это было очень... Врачи, скорая, больница, 7 месяцев, ему 5 операций, потому что постоянно гниет, гниет. Вначале хотели ампутировать ему вообще руку, 17 лет мальчику. Но муж сказал, нет, никакой ампутации, сделайте, что хотите, я, говорит, найду. И вот, представляете, он сутками работал, сутками, в прямом смысле этого слова. Где-то 2-3 часа он водитель обслуживал тогда такси, работал с таксистом. И вот его друзья, знакомые, хорошие заказы, всё старались ему скидывать, операторы, чтобы у него были финансы. Потому что каждый день ему нужно было зарабатывать 100 долларов. Представляете, потому что у сына на тот момент, я, наверное, не знаю, как сейчас, аллергия на все пенициллиновые, это Советский Союз, перестройка, тогда не было других антибиотиков, только пенициллиновые, там, ампициллиновые, если помните. А сейчас была такая ситуация, то, та группа антибиотиков, которая необходима была после операции, их у нас в Казахстане не было. И их нужно было заказать где-то там в Америке. Тогда это вообще такое было, закрытая для нас страна. В общем, одна ампула стоила 30 долларов. Представляете, и в день надо было две ампулы, и поэтому мужу надо было работать, 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 чтобы зарабатывать вот эти ампулы для спасения руки. И, в общем, он очень сильно устал, он очень сильно устал, и, слава Богу, потом сыну поставили аппарат Елизарова, он ещё год ходил, у него фактически там захрещевалось, руку мы не потеряли, слава Богу. Ну, конечно, церковь молилась, это, конечно, тоже одно из чудес Божьих. И вот проходит буквально год, целый год, мы собираемся встречать Новый год, завтра 31, сегодня 30, мой муж немножко выпил, потому что 31, он должен выйти на работу, он решил перед работой расслабиться. И сын звонит, мама говорит, мама говорит, срочно приезжайте, папа говорит, я, говорит, упал, сломал руку. и первый вопрос, мы сразу спрашиваем, какую? Он говорит, ту же самую. Ну, конечно, не удивлено, потому что там были хрящи, там не было костей, у него даже инвалидность предлагали взять, потому что рука не может поднимать, тяжёлая, она держится на хрящах. Ну, это было на тот момент, три года, 17 лет ему было, молодой организм. Но, что самое интересное, когда мы туда приехали, в больницу, я, естественно, начала молиться, я ходила по коридору, молилась, кричала, как мама, у меня внутри раздражалось сердце. А врачи сказали, ампутация, стопроцентная ампутация, потому что там, говорит, мы не можем вставить там хрящи, если мы сейчас будем вставлять, мы вообще её на мелкие кусочки, говорит, ну там, раздробиться. Поэтому, говорит, приходите через 6 дней, потому что у нас Новый Год, там все врачи, в общем, у нас это, сейчас мы вам, говорит, просто, говорит, зафиксируем гипсом, просто, говорит, мы не будем ничего делать, ну, чтобы она не болталась. И зафиксируем, говорит, и дадим вам это, выпишем вам сильное обезболивающее, говорит, 6 дней, говорит, а потом приходите, будем делать операцию, как дальше посмотрим, получится, получится, нет, нет. И вот я помню, я ходила в коридоре, я отвечала, Иисус, это ты сейчас, не руки врачей, твои руки сейчас вставляют ему, что-то я не помню, Бог меня обвел, я молилась, муж у меня там сидит, его держит, он плачет, он кричит, ему больно, муж кричит, что ты там ходишь, воздух гоняешь, иди сюда, держи сына, а я на него не смотрю, и хожу, молюсь громко, главное, я молилась на иных языках, это было так, немножко шокирующе, но я кричала, 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 и вот ему просто зафиксировали руку, и опять повторно делают снимок, чтобы посмотреть, ну, как, что это, и когда сделали снимок, принесли в кабинет, положили снимок на стол к врачу, врач взял так снимок, начал смотреть, и такой встал, да я, говорит, ничего, не ему, а, как же он сказал, что это такое, что ли, какой-то у него такой возглас был, мой муж, он же немножко такой под градусом соскочил, схватил его, чуть ли не к стенке прижал, говорит, эй, ты что хочешь сказать, ты же сейчас ему сам, ему показалось на тот момент, что врач сказал, я этого не делал, я этого не делал, он говорит, как не делал, ты же сейчас ему заматывал, гипс накладывал, да, гипс накладывал, а он такой врач, говорит, смотрите, агашка, агашка, говорит, все стало, говорит, на место, и представляете, у него был перелом приблизительно вот так, допустим, кост, да, она сломалась со смещением, и вот так она немножко, вот так, и еще был вот здесь осколочек, представляете, он не вставлял, он просто наложил гипс, это произошло чудо, когда на место встало, и осколок все на место вот так, чух, и врач говорит, агашка, смотрите, говорит, я, ничего не делал, говорит, оно само на место встало, а я говорю, это Иисус, Иисус, это вот был первый раз, когда мой муж серьезно задумался, то есть он до этого тоже понимал, что много что менялось в нашей жизни, я не скажу, что вот это была ситуация, но просто он уже тогда понял, что Иисус действительно просто тема, он сделал свою работу. Слава Богу, это удивительное свидетельство, как Бог работает, как Он и через наше терпение, и покорность, и любовь, да, работает в сердцах наших, близких, никогда нельзя сдаваться, нужно продолжать молиться, ну а теперь еще есть у нас немного времени поговорить о вашем творчестве. Ваши песни, их больше на казахском языке, но есть потрясающие песни на русском языке, например, вот с Виталием Ефремочкиным, вы недавно песню «С тобой и живу» записали, она звучала неоднократно в эфире, или «Я знаю, ты всегда со мной», также песня на русском языке, очень вдохновляющая. Когда родилось ваше творчество, и были ли вот эти творческие, какие штрихи до того, как вы стали христианкой? Вообще, знаете, я когда была, я сейчас с детства, у меня родители отдали в музыкальную школу, у нас в Алмате есть такая сильная школа имени Жубанова, и туда, как бы, как на тот момент, почему-то говорили, туда отдавали одаренных детей, ну это вот, я не знаю, это я слышала от родителей, и меня дали в эту школу на класс фортепиано, я училась четыре года, потом мы переехали в Россию, через год вернулись, и меня уже обратно не взяли в эту школу, потому что это было с сильным музыкальным уклоном, в общем, моя творческая, как говорится, музыкальная карьера на этом закончилась, но на протяжении всей моей жизни я почему-то не могла остановиться петь, я постоянно пела, пела, при первой возможности, при первом, как бы, в гости там приходила, на свадьбах, я, я, как бы, сама, можно я спою, можно я спою, то есть у меня, как бы, внутри вот это понимание пения, и то, что игры на фортепиано, оно как-то с детства осталось, но знаете, я с детства мечтала быть певицей, ну как ребенок маленький, мечтала быть композитором, мечтала быть, допустим, актрисой, ну вот, у ребенка, ну я же как в музыкальной среде, как бы, в начале, и, буквально, когда Иисус пришел в мою жизнь, я начала ходить в группу прославления, служить в церкви, посещать спевки, служить в хоре, я помню однажды на одной из молитв, такое сильное присутствие Божие, и я, как бы, внутри услышала такой голос, говорит, я помню все твои мечты, и я их исполню, и на тот момент я даже и сама не помню, какие у меня мечты были, мало ли, о чем ребенок мечтает, но, знаете, когда уже, я уже стояла, пела свою песню на сцене, когда я знала, что это моя, ну и родилась песня, я ее спела, я ее, как бы, сыграла, спела, я вспомнила вот этот голос, что Бог исполняет все мечты нашего сердца, и он исполнил, то есть песни стали рождаться, знаете, наверное, уже когда мы были, когда, подождите, когда я была без Иисуса, у меня были какие-то попытки написать песни, я помню, я написала песню, посвященную мужу, ну это так, знаете, как дворовая на гитаре, вот играешь, поешь, но я не, это тоже творчество, конечно, я не уничижаю никакое творчество, но по-настоящему писать песни, по-настоящему посетиться вот этому служению, это был Иисус, после того, как пришёл Иисус в мою жизнь. Кстати, это тоже, знаете, если бы было много времени, у меня столько свидетельств, как я вообще начала писать песни, это тоже сверхъестественно Божие прикосновение, потому что мне часто снятся сны, и через сны Бог со мной как бы разговаривает, и в одном из сней я увидела, что, конечно, это долго рассказывать, но я чуть-чуть просто расскажу, что Бог сказал, что если я принесу, допустим, двадцать тысяч, не Бог сказал, а давайте я лучше расскажу, чтобы не путаться, я пошла в огромный-огромный супермаркет, и там открывается такая стена, и там сидит служитель, и он мне говорит, она в положении, она говорит, если ты принесёшь мне двадцать тысяч, я сделаю так, что все вещи вот этого супермаркета будут твоими. И я проснулась такая, думаю, вау, это какой-то Божий призыв, надо найти двадцать тысяч, наверное, принести служителю или в церковь, но на тот момент, какие двадцать тысяч, у меня даже две тысячи для меня были такая, это было давным-давно, это были большие деньги. В общем, мне не получилось принести двадцать тысяч, потому что я не смогла их найти, но я что стала делать? Я двадцать дней стала, каждый день, мы тогда молились по Шедловскому, помните, было одно время, может быть, у вас тоже, когда мы вставали по утрам, и в одно и то же время молились, я стала в этих молитвах молиться за этого служителя, за её предстоящие роды, и двадцать дней вместо двадцати тысяч я промолилась за этого служителя, и представляете, на двадцать первый день я слышу песню на казахском языке, она внутри меня поёт, 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 я думаю, что за песня, что за песня, откуда она вообще, вот, и она поёт, и до меня дошло, это надо сейчас взять и записать, тогда не было гаджетов, не было диктофонов, но благо мой вот этот, сельфеджио, я знаю, я быстренько прибежала, нарисовала нотный стан, и давая нотки на слух, рисовать нотками, эту мелодию записала, потом, когда появилась возможность, где был инструмент, я её обыграла, и таким образом родилась вот эта песня, те слова, то есть они мне приснились, не приснились, а через сон пришли внутри, и это была моя первая песня на казахском языке, и потом я стала писать, в основном я пишу на казахский, потом перевожу на русский, но почему я так стала конкретно заниматься писанием песен, потому что я потом устроилась в церковь, стала работать лидером прославления казахского служения, и одна из функций, одной из задач моей работы, это было переводить песни, тогда вот «Hill Song», мы пели очень много песен, надо было перевести их с русского на казахский, для меня это было так проблематично, потому что слова казахские, они могут быть, допустим, из 12 слогов, а русское слово 6 слогов, и как эти 12 слогов вместить в эту мелодию, там, в 4 ноты, и ритмически, это было настолько непросто, а если ты начинаешь что-то переделать, то есть теряется смысл песни, и в общем я мучилась, мучилась, а потом все, а дай-ка я лучше сама напишу песню, и я начала писать казахские песни, представляете, и наше богослужение, которое казахское служение, как будто бы, оно начало, да, и эти песни, кстати, начали писаться, 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 конечно, они писались по-разному, где-то бывало, что я целый месяц пишу песню, а бывает, что вот так вот раз-раз-раз, три минуты песни готовы, бывает, что она просто во сне мне приснится, моя задача просто вовремя проснуться, записать ее на диктофон, потом приходишь немножко, немножко ее там работаешь, там над ритмом, вот, ну в общем, творчество, оно так разное. Удивительно. Жанат, я очень рада этой встрече, и я еще раз вдохновилась, и я думаю, каждый из слушателей, кто это свидетельство сейчас принял в свое сердце, он в такой позиции стоит, что надо идти дальше, даже когда сложно, когда ты не видишь разрешения своих проблем, когда, может быть, родные не хотят обращаться к Господу, нужно молиться, нужно идти дальше, нужно быть верным, и Господь, как вы сказали, будет исполнять желание сердца, Он будет вести дальше, и будет прославляться в нашей жизни, а мы будем счастливы. Спасибо за ваше свидетельство, дальнейшего благословения, сужения новых песен, и на русском языке тоже. Спасибо. Можно я вот еще одно слово скажу, напоследок? Для меня такое откровение, это мое чисто жизненное откровение, что такое поклонение? Поклонение, это не только когда мы поем, да, для меня оно касательно пения, то есть мы прославляем Бога. Поклонение, это когда ты продолжаешь верить, даже если нет ответа. Вот мой маленький такой. Спасибо за это пожелание, и с Господом. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, напоминаю всем, что с нами на связи из Казахстана была Жанна Ткусаинова, исполнительница и автор христианских песен. Она рассказала о своем обращении к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok